саламу алейкум братья и сестры мусульмане также я приветствую всех моих друзей здравствуйте все мои друзья все кто смотрит это видео меня зовут ярга ли я значит до этого выкладывал видео про значит наше противостояние с валеевым и компании который стоит за ним значит хочу вам сегодня вот решил я это снять видео потому что мне вот задают вопросы под видео значит под комментариями я хотел вот пояснить вот ко мне пришел знаешь вот такой интересное значит письмо который вот пишет мельмо клоп который себя так называет мельмо клоп вот я вам сейчас прочитаю вот он пишет значит вот ярга ли копеев ближайшие 15-20 лет казахстане ничего не изменится вы хотите до пенсии с ними воевать вопрос стоит зачем вы судитесь вы же ничего не добьетесь себе дороже еще из-за каких-то оскорблений еще за каких-то оскорблений понимаете если бы из-за денег которые у вас незаконные взяли из или забрали тогда другое дело я понимаю таких годов надо проучить но вы их и всю систему не переделаете мой совет если у вас есть еще какой бизнес продавайте уезжайте или назад в омск или в другое место во первых в россии туда-сюда и будете уже получать пенсию ну даже если еще поработаете где-нибудь ничего страшного вы поймете что весь ваш бизнес не стоит того какой моральный психологический стресс или давление вы получаете от всех этих судебных заседаний вы же видите что это ни к чему не приводит а ваши нервы нервы вашей семьи здоровье разве это не все вы хотите как дом кихот бороться с мельницами также пишет если вы умный человек который понимает все это то вы должны сами себе сказать все хватит у меня только одна жизнь другой не будет вот такое письмо интересное значит ко мне пишет мель маклоп как он себя назвал вот я хотел ответить вот вот этому товарищу и также вот людям что пояснить что почему вот эта борьба почему я сужусь с валиевым и почему для меня например хочу также ответить вот на его вопросы что почему вот проще то есть он мне предлагает уезжай в омск вот я родом из омска вообще уезжай значит себе домой все здесь продай жди значит ждите свою пенсию и потом значит спокойно там умираешь да в постели дома там но это вот типично это вот мысли это вот наших всех советских людей которые вот типично вот так думают родился учился проработал пенсия и умер понимаете то есть я как мусульманин я хочу объяснить что мы живем в этой жизни понимаете не для того чтобы получать пенсию потом умереть да мы живем в этой жизни потому что мы мусульмане те которые мусульмане да они понимают что мы проходим здесь испытания которые нам предписал аллах великий аллах да все вышние всемилостливейший и всемогущий и этот аллах нам значит в этой жизни мы в этой жизни временные мы все умрем понимаете мы все умрем и я считаю что вот это то уж никто не ну не оспорить же вот этот факт что все завтра умрем правда и вот если мы все завтра умрем то получается что мы здесь живем временно вы на этой земле правильно же а если мы живем здесь значит временно значит мы здесь какой-то определенный отрезок времени проживем и все уйдем в другой мир понимаете вот этими отличается верующий человек от неверующего неверующие он думает что вот все вот он умер лампочку отключили и все темно и все он умер понимаете все больше ничего нет как вот муху привели все и ничего нет а верующий вот именно человек он отличается от неверующий именно тем что именно верующий он верует что он здесь находится на этой земле для испытаний понимаете чтобы доказать что ты лучше чем шайтан понимаете которые сатана вот это изначально значит был чтобы вот это вам понять я изначально расскажу да как это все было да вот изначально когда аллах создал человека он он сказал всем ангелам всем джинам что поклонитесь этому человеку и все конечно исполнили повеление всевышнего аллаха да все упали на колени перед человеком все все упали понимаете исполнили приказ аллаха но был единственные вот иблис это был самый лучший сатана самый один из как вот в нашей школе говорят же отличник понимаете он самый был такой продвинутый самый умный он действительно был такой этот значит ангел он был ангелом это был падший ангел то есть он сказал я не буду кланяться человеку а аллах спросил почему ты не будешь кланяться человеку потому что иблис говорит потому что человек создан из презренной глины понимаете да презренная глина что это такое а я говорит иблис говорит я создан из огня то есть я круче я выше то есть вот появился первый грех то есть первое ослушание аллаха да что до этого значит все прикосы все значит желание аллаха исполнялись а тут он же дал им волю понимаете да волю выбора и вот иблис сказал я не буду кланяться человеку и вот первый грех вот произошел первый грех да не послушание аллах и тогда иблис говорит аллаху ты же самый справедливый из всех справедливых правда же иблис аллах говорит да естественно я такой тогда он говорит ты должен нас решить справедливо наш спор что я лучше чем человек иблис говорит да вот сатана и вот и вот аллах сказал хорошо я дам вам время и вот тогда он создал землю и нас и он сказал что предки адама которого создал он первым до человека и предки иблиса вот сатаны да вот этого да вы будете на этой земле то есть временно да и доказывать да вот вот этот спор мы решаем этот спор да кто был значит лучше мы люди либо сатана понимаете да либо его потомок то есть задача сатаны это это доказать что человек это ничтожество что это такое мерзкое существо понимаете и поэтому он постоянно асгартат это как по-русски это он постоянно нас вводит заблуждение там призывает нас грешить да вот его задача потому что естественно вот каждый человек рождается он рождается у каждого то у нас есть вот на правом плече у нас сидят ангел это добра на левом значит а ангел ой на 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 да на левом этот ангел зла который вот записывать добрые и плохие значит дела но также в нас находится у каждого человека внутри его есть вот ну вот если говорить вот аллегориями да то у каждого у человека из нас находится внутри сатана понимаете который нас изнутри вот принуждает к плохим действиям плохим поступком понимаете и вот в этом есть джихад и этот есть джихад который мы должны вот именно бороться самим собой со своими поступками со своими пороками понимаете и вот вот этот если вы человек да который живет на этой земле временно да если вы побеждаете этого сатану да то вы попадете в рай обратно понимаете а и аллах лишил нас вот этого то есть стеру из нашей памяти что мы были в раю а в сознании у сатаны он не стер это и поэтому сатана знает как прекрасен этот рай и как нехорош от понимаете да и поэтому он естественно стремится из нас сделать таких же как он понимаете и и поэтому мы здесь находимся только с одной целью чтобы доказать понимаете и тот кто докажет например если вы докажете да что вы лучшие что вы благородный что вы честный то вы попадете в рай а шайтан ваш да который в вас сидит да он попадет в ад понимаете и это с каждого человека вот такая вот значит постановка это вот есть вот цель нашей жизни доказать понимаете что мы лучше чем сатана и тогда мы попадете в рай это я вам рассказываю все просто вот так вот как черно-белое да ну там очень много тонкостей то но для этого надо изучать ислам прям до те которые начнут вот изучать все это там очень много вот нюансов понимаете не все так просто а И в то же время это все так просто Вот как я вам рассказываю, это все так просто Поэтому я вот отвечаю Вот на вопрос Мель Маклоп Который мне написал Я ему и отвечаю, что Я в этой жизни, я не собираюсь Умирать на пенсии Меня просто оскорбил Вчера, значит, 27 апреля Вечером Мне звонит из города Петропавловска Значит, представилась Как судебный секретарша Суда Жумагулов Судья Жумагулов, значит, они там Бондарцев, Валеев И Трушников, значит, подали Оказывается, там на меня Жалобу частного характера И обвиняют, что я Клевещу на них, вот по видео Рассказывают, что это клевета И просят, значит, меня Привлечь там к трем годам лишения свободы Ну, за клевету, там есть такая статья Часть вторая Вот они просят, значит Три года тюрьмы, значит И что самое интересное Почему они меня зовут в Петропавловск То есть Валеев живет в Алмате Трушников, бондарцев Живут в Астане А вызывают меня на суд Чудебный, значит, на суд В Петропавловск Понимаете, да? Ну, они это мотивируют Якобы я там живу Ну, я-то фактически Там я жил когда-то А сейчас я живу в Алмате И это они отлично знают Потому что Валеева был вот в суд Буквально неделю назад И все равно вот они, видать Хотят в Петропавловске рассматривать Я думаю, что там у них Видать, свои судьи Либо там свои люди У них там есть связи крепкие Потому что Валеев здесь же В Алмате проиграл же суд В отношении меня В отношении моих оскорблений Ну, в мою сторону Когда он оскорблял Суд вынес решение в мою пользу Ну, обратно же Частичное То есть Те затраты, которые я 100 тысяч Потратил на адвоката Только вот эти деньги Мне присудили и все То есть за моральный ущерб Суд почему-то посчитал Что я морально не был оскорблен Не был унижен Ну, ладно Бог им судья Я, честно сказать И этому рад Что хоть какая-то маленькая победа Над этими людьми За которыми стоят Очень, я знаю Крупные силы Я считаю Вот мое мнение Что за Бондарсом, Валеем и Трушником Стоят те силы Которые вот Возможно даже Может они и не хотят даже Но их давят против меня Понимаете Ну, будем Я, значит, отправил туда В Петропавловск Значит, позвонил Сказал, что я живу в Алмате Скинул им, значит Что я проживаю здесь Ну, вот В принципе Я надеюсь Скоро процесс будет здесь В Алмате Будем судиться Посмотрим Посадят они меня на 3 года Или не посадят Ну, там уже Аллах Все в руках Аллаха Всевышнего И Ну, вот Значит, я и хотел Вот Я надеюсь Я Достаточно Ну, вот Объяснил Вот Человеку Вот Мельма Клопу Что Почему я Вот Буду стоять За это дело Стоять я буду До конца Мне, значит Не страшно Например Вот как грозит мне Валеев Вот у тебя скоро Финал Ты, значит Все Умрешь Я Я скажу Валеева Да И таким людям Которые вот Хотят людей С помощью террора Терроризма Да Вот Держать В повиновении Сделать из них Крепостных Да Я им отвечу Да Что Может быть Вы Неверующих людей И подчините себе Понимаете Но нас Верующих Мусульман Подчинить Невозможно У нас есть уже Хозяин И это Аллах Он один И мы только ему Подчиняемся Понимаете И поэтому Если даже Они меня убьют То По По всем Законам Ислама Шариата Да То я умру Невинно Убиенным Понимаете Например Закажут они меня Где-то в подъезде Там нож воткнут Или пристрелят Или чего Как Я умру Невинно Убиенным Понимаете То есть Я умру Шахидом А шахиды Они сразу попадают В рай Пророк Мухаммед Саллах Алейкум Ассалям Говорил Что даже Не успевает Высохнуть Кровь Шахида Как он Уже В раю Понимаете Поэтому Смерти Я абсолютно Не боюсь Смерть Для нас Это Избавление От Испытаний Которые мы Проходим На земле И потом Чашки испытаний С верой Что мы преодолеем Это Понимаете Ну Естественно Я скажу Я не такой Прям Совсем Прям Знаете Вот Я такой же Грешен Понимаете У меня много Грехов Я тоже Борюсь С собой Я Я Со своими Пороками Ну По крайней мере Я стараюсь Бороться Понимаете И вам советую Что Нужно Изучать Ислам Там Много Об этом Тонкостей Как Знать Что такое Черное Что такое Белое То есть Для этого Нужны знания 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 И знания Ну А я Вам скажу Что Подписывайтесь Значит На мой канал Я В дальнейшем Буду вас держать В курсе Всех наших Вот этих Вот Противостояния Да С Валеевым И его компанией Меня зовут Ярга Али Значит Всем Ассаламу Алейкум Рахматуллахи Всем Значит Вам добра Берегите себя Своих близких И Живите достойно В этой жизни Не будьте Нехорошими людьми Вот так Я скажу Да Будьте хорошими Людьми И Помните Как я вам говорю Что Аллах Любит Именно Своих Самых Любимых Рабов Он посылает Самые Тяжкие Испытания Поэтому Когда наступает Испытание То вы Радуйтесь Ну До свидания Всем вам добра Редактор субтитров